В предыдущих примерах сворачивающая функция представляла собой простой встроенный оператор. Однако иногда сворачивающая функция более сложная, и ее необходимо сконструировать. Это можно сделать разными способами. Давайте на примере изучим, каким образом сворачивающую функцию удобно строить. Рассмотрим следующую задачку. Нам необходимо посчитать сумму квадратов положительных элементов списка. Мы для этого реализуем функцию sum-positive-square, которая принимает список значений типа integer и возвращает значение типа integer в самую сумму квадратов. Мы, естественно, хотим реализовать ее через свертку, через оператор folder. Поэтому мы пишем, что это folder. Дальше мы должны придумать инициализирующее значение и сворачивающую функцию. С инициализирующим значением все ясно. Поскольку у нас считается сумма, то на пустом списке мы должны возвращать, естественно, ноль. Теперь, что касается сворачивающей функции, то ее можно реализовать разными способами. Один из удобных способов, когда сворачивающая функция не очень большая, реализовать ее просто по месту, с помощью лямбды. Это должна быть функция двух аргументов. Поэтому мы пишем лямбда, x это элемент списка, а s это хвост нашего, вызов функции на хвосте нашего списка, точнее говоря, результат свертки хвоста списка. То есть, x имеет тип а, а s имеет тип b. Теперь мы должны написать соответствующее значение, каким образом мы хотим сворачивать наш список. У нас есть первое требование, чтобы считались, во-первых, квадраты, во-вторых, они должны быть квадраты только положительных элементов списка. Поэтому мы пишем проверку, if x больше нуля, then, ну и напишем сразу предложение else. Что мы должны сделать в случае, когда у нас x больше нуля? В этом случае мы должны взять квадрат, возвести x квадрат и прибавить результат нашей свертки. В противном случае, когда элемент отрицательный, мы ничего не должны вкладывать в сумму, поэтому мы просто возвращаем наш s результат предыдущей свертки. Итак, вот такая вот функция. Сохраняем нашу работу и запускаем, проверяем, что она действительно работает. Вызываем команду reload. Команда перегружается, значит, по типам все верно. Давайте посмотрим, на то работает она верно или нет. Вызываем эту функцию sumpositivesquares на некотором списке. Ну давайте 1, минус 2, 3. Возвращается значение 10, очень хорошо. А это то, что должно быть единица возводится в квадрат, тройка возводится в квадрат, и они складываются, получает 10, а минус 2 игнорируется. Мы видим, что мы можем оформить сворачивающую функцию в виде лямбда выражения. Однако, существует другой способ реализовать эту функцию. Вместо того, чтобы писать лямбда выражение, мы можем, конечно, использовать предложение where или let in. Мы можем скопировать ту функцию, которая у нас есть, написать здесь просто некоторое локальное имя f, и дальше написать конструкцию where, и внутри нее определить нашу функцию f. f xs равняется... Ну вот такое вот выражение. Мы можем в функции f даже реализовать охранные выражения, поскольку подобная конструкция более читабельна. Конструкцию if then мы теперь убираем, получаем x квадрат. Ну и теперь нам нужно еще одно охранное выражение, в противном случае... Такой способ оформления тоже допустим. Сохраняем нашу работу. Перегружаемся и вызываем наш тестирующий пример. Да, он естественным образом тоже работает. Продолжение следует... Продолжение следует...